Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Интересно будет. Обещаю. Сегодня Мастер Спорта расскажет все о профессиональном хоккее в Самаре. Местный клуб ЦСК ВВС лихорадит ежегодно. Успех сменяется досадными поражениями в высшей хоккейной лиге. Как прошел сезон для военных летчиков и почему команда закончила выступление в плой-офф уже после первого круга соревнований, Мастеру Спорта расскажет главный тренер команды мастеров Сергей Сошников. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем, наверное, с предсезонки в прошлом году. Как команда собиралась, как комплектовалась? Ну да, мы с вами встречались еще в течение прошлого сезона. Как раз это был начальный этап развития. Мы какие-то вешки расставили, достаточно оптимистичные. Меня до сих пор многие люди спрашивают, а вы говорили. Я говорю, ну говорить-то это одно, всегда легко сказать и, скажем, поставить себе цель. А исполнение цели, она уже затратная часть и, соответственно, не так все просто. Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Но, тем не менее, предсезонка в этом году была достаточно серьезной. То есть многие шаги, которые мы уже сегодня предпринимаем, они могут комментироваться такой фразой, как «впервые». Поэтому, чтобы не повторяться, я уже об этом говорить не буду, но акцент на это поставлен. Поэтому хочу отметить, что очень высокоорганизованная предсезонка, та, которая нам позволила ребят хорошо подготовить в физическом плане, что само по себе и дало результат. Вот именно те американские горки, но именно концовку регулярной части провести на ура и после Нового года выиграть максимальное количество матчей. В то время, когда соперник подсел, подустал, мы в то же время набираем. То есть как раз вышли на пик физ. формы, да? А вот расскажите, сколько вообще в межсезонье приходилось спортсменов, которых вы приглашали, и сколько в остатке осталось? Был какой-то выбор? Ну, дело в том, что ротация, она до сих пор происходит в составе, потому что идет выбор. Поскольку мы выбрали направление на омоложение, и не хотим брать тех ребят, которые на сегодняшний день дорого стоят, в первую очередь, поскольку у нас нет задач освоить бюджет, а есть задача оптимизировать расходы. В то же время, ребята должны быть интересны для российского хоккей, для того, чтобы, пройдя школу Самары, кто-то из этих выросших подопечных смог бы за счет своего скачка в более высокий уровень принести дополнительные финансовые дивиденды этому клубу, который ему такой скачок позволил осуществить. Поэтому мы начали подготовку еще в ходе прошлого сезона, но тем не менее, менее четверти команды, по нашему усмотрению, было интересно в подготовке к новому. Подготовка и просмотры заняли целый апрель и третью часть мая. Это тоже, скажем, было исключением. Никогда так много ребята здесь не трудились, но мы настаивали, что это необходимо для того, чтобы просматривать. И минус один в том, что, готовя ребят в апреле и в том же мае, мы многих ребят не были уверены, что мы сохраним, даже из тех, кто нам был интересен, потому что все проводилось под лозунгом перехода в более серьезные соревнования, чего Самара очень достойна. И давно, по праву, город должен быть представлен как минимум в сильнейшей лиге ВХЛ в чемпионате. Ну а принципиально на сегодняшний день позиция города почти двухмиллионного, она рассматривает и, наверное, после чемпионата мира футбольного какое-то движение еще в более высокий уровень. Потому что это, по сути дела, столица донорского края, который кормит львиную долю России. И люди, которые трудятся здесь на благо нашей Родины, они достойны смотреть хоккей в очень высоком уровне. Поэтому мы ребят готовили именно на длинный период, молодых, перспективных. Но, к сожалению, в межсезонье так сложилось, что вот наш труд в апреле-майе, он практически был нивелирован принятием, в последний момент, отмены решения перехода в чемпионат. Что произошло? Если не секрет, да. Какие доводы приводились на самом высоком уровне, я этой информацией не обладаю. Нам единственное было сказано, что на самом верху было принято решение, что команда в этом сезоне будет выступать в первенстве. Львиная доля ребят, которые прошли просмотры и сохранены самарские воспитанники, они, конечно, все равно изъявили желание играть дома, никуда не уезжать. Но, тем не менее, у кого был шанс, те покинули. И это треть тех ребят, кто был на просмотре. И мы вынуждены были в тот этап подготовки, который был запланирован уже в плане обучения и, соответственно, заклада физической кондиции. Ну, в общем, весь процесс подготовки, который должен был быть запланирован на длинный сезон, в том числе и плей-офф, он был скомкан. И мы практически до середины августа проводили просмотр. То есть дополнительную часть команды, ту треть, как раз отсеивали. Причем это происходило все методом проб и ошибок, поскольку по остаточному принципу к нам приезжали только те, которые не попали в какие-то команды ВХЛ, не попали в более богатые клубы первенства, соответственно. Даже несколько человек покинуло сборы в Самаре, дико извиняюсь, но, тем не менее, польстевшись на хорошие условия, которые были созданы у наших соперников из Чуваши, был там построен новый каток, очень красивый, интересный, модернизированный на 7 тысяч зрителей. Соответственно, все условия новые, и ребята это привлекало, они тут же уехали и очутились абсолютно в другом мире. Ну, этот мир, к сожалению, не дал возможности ребятам раскрыть свои хоккейные таланты. И в конце сезона мы, встречаясь, периодически разговаривая, смогли услышать в свой адрес, что многие ребята, с сожалению, отзывались о том, что они покинули. Но этих моментов нам и не хватило для того, чтобы вот так подготовиться, чтобы показать длинный, хороший результат. А вот я вас перебью, вот, по-моему, в декабре вы подписали, по фамилиям, не помню, вы лучше знаете, двух игроков, которые, в принципе, потом и хорошо так в каждом матче играли и забивали. Ну, я бы сказал так, поскольку идет селекция, да, то есть весь сезон мы искали ребят, кто придет на усиление, кто-то приезжал, кто-то уезжал, но именно та третья часть, основной костяк-то сохранялся. И поэтому плод тех побед, вот эти победы, это плод работы не только двух хоккеистов, которые приехали, да, они здорово сыграли, но команда набрала обороты. То есть после той ямы, которая случилась после поездки Ростов-Тамбов, это скорее была психологическая яма, и, конечно же, третьи ребят, которые приехали на замену, они немножко не соответствовали должному уровню, и они на эмоциях-то сыграли первые игры, а когда наступила период таких переломных моментов, нам с Саратовом, например, не повезло, в плане того, что Саратов заявился в соревновании всероссийские двумя командами, и весь сезон их лихорадил. То есть они то первую команду спускают всю фарм, и, соответственно, играют, вот нам повезло, мы играем против них, и где-то в равной борьбе 1-0-2-1 в овертайм проигрываем и зарабатываем все в очко, а кому-то они вообще не едут. И, соответственно, мы, потеряв 5 очков здесь, дома, нарвались опять в декабре на саратовскую серию, но опять укомплектованную всеми игроками, кто не смог покинуть по каким-то обстоятельствам, ждал своих обменов и так далее ввиду бюджетных трудностей. Но, тем не менее, мы уже в декабре смогли их, то есть мы вышли на подъем, мы в Тагиле переломили свою плохую серию, и в Саратове, в Саратове привезли 6 очков. Но кому-то из наших соперников, кто оказался выше нас, и нам не хватило там очка всего, чтобы быть пятыми, а кто-то у нас, эти соперники заработали по 12 очков, не зарабатывая, то есть не играя ни дома, ни на выезде с Саратовым. Мы, в свою очередь, к сожалению, потеряли. Это наша вина, это наш просчет, потому что мы, опять же, не делали акцент на подготовку к конкретным матчам с Саратовым, что приедет слабая команда, мы сейчас должны сбросить обороты, обыграть во что бы то ни стало. Мы рассчитывали на длинный сезон и на ротацию. Ну, так получилось, что мы потеряли, а кто-то приобрел. Поэтому где-то нам не удалось выполнить ту задачу, которую мы сами себе ставили. То есть ребята были настроены попасть в пятерку. Никаких партнеров или соперников удобных мы не выбирали. Мы шли уверенно и все сделали для того, чтобы оказаться в пятерке, и полторы минуты игры с Ростовом, казалось бы, с лидером дома. Но они наложили отпечаток, и мы все-таки оказались шестыми. Я это охарактеризовал именно так, что, видимо, ребята перегорели психологически, чересчур хотели, а мастерства как-то кого-то не хватало. Терпение – это и есть мастерство. И мы не смогли выполнить ту задачу, которую все поставили. Вот этот надлом, он и повлиял, скорее всего, на быстрый вылет из плей-офф. Это был «Профессиональный хоккей» на телеканале «Самара ГИС». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова